Да, Людмила Кузьминична, вы так плавно подошли к следующей теме, которую я хотела бы разобрать вместе с вами и задать вам некоторые вопросы, которые, я так понимаю, понимаете, с одной стороны они волнуют читателей, да всех слушателей, которые находятся в интернете и не знают, за что схватиться. Я начну чуть-чуть издалека о том, что в 1963 году, не так уж давно на самом деле, по отношению к тому, когда мы с вами учились, 1963 год, в вузах СССР был введен учебный предмет научный коммунизм. Но уже в конце 1980-х годов, под влиянием перестройки, преподавание этого предмета было прекращено. Что такое научный коммунизм? Это одна из трех основных частей марксизма-ленинизма. В центре внимания вроде как все правильно. Научного коммунизма находятся не экономические, а социально-политические отношения социализма и коммунизма и закономерностей их развития. И основной вопрос научного коммунизма – вопрос об исторической миссии рабочего класса. Вот здесь и кроется та основная ошибка, на мой взгляд. Но сейчас вы нам разъясните, так это или не так. А я вернусь немножко в свою молодость. Кажется, на третьем курсе я сдавала научный коммунизм и принимала завкафедры. В 70-е годы это был наиважнейший предмет, это было твое политическое кредо, без которого ты никуда. Так вот, принимала у меня завкафедрой научного коммунизма – это МГУ, факультет журналистики на Маховой. Манеж, рядом Кремль. Предмет я знала хорошо. И вот сижу себе спокойно рассуждаю по теме. Со школьной парты я изучала Ленина серьезно. Так, была комсомольским лидером в школе. И тогда был такой обязательный призыв сдавать работу Ленина. Он назывался «Ленинский зачет». Я почти дословно тогда выучила 19 ленинских работ. Но мне это нравилось, я изучала. Я взяла предмет и досконально в него входила. Потому что знать, где ложь, а где правда, можно только изучив проблему. И вот 19 ленинских работ, а в то время, как для всех комсомольцев, я, как комсомольский вожак, требовала от всех одну или две работы. И вот в то время, когда я, в принципе, имела хорошую базу, завкафедрой, когда я с ней, рассуждая по научному коммунизму, вдруг резко поднялась и сказала, «Никогда не примет у меня этот предмет и не поставит мне экзамен. Потому что мы с ней стоим на принципиально разных социально-политических позициях». Вот тогда для меня это был удар. И я через три года со своими социально-политическими позициями уехала в США в Нью-Йорк работать в Организации Объединенных Наций. Она вынуждена была через 15 лет забыть все, что она вдалбливала нам в голову. Кафедру закрыли. Нам вдалбливали в головы мертвый предмет. Нас заставляли жить в это время двойной жизнью. С одной стороны, мы провозглашали мертвые лозунги коммунизма и строили какой-то нежизнеспособный социализм. А с другой стороны, мы бежим в ГУМ тут же, выбегая с Манежной площади, мы бежали в ГУМ за иностранными шмотками, за иностранным товаром, за французскими духами и пудрой. Но это моя молодость. Я думаю, что многие через это прошли. В чем лживость лозунгов коммунизма? Ведь уже в 70-е годы мы уже понимали, что мы живем во лжи. Но мы должны были подчиняться этой системе, потому что иначе система тебя, знаете, пережует и выплюнет. Мы вынуждены были играть по правилам, притворяться. Получалось, что коммунизм – ложь, которая уживалась в нашей жизни. Но почему она так легко уживалась с нами вместе? Вот эта ложь, которая вдавливалась нам. А сегодня, как вы правильно сказали, что люди говорят, вот вы, типа того, что предатели Родины, вы воспитывались, вам все дали, а вы ничего не поняли. Да, нам дали, потому что мы сами хотели думать, мы сами хотели понимать. Вот я легкий пример привела, что по отношению ко всему населению и всем, кто пишет, что они такие, понимаете, получили бесплатные образования, а что им толку от их образования? Я вот знала 19 работ Ленина наизусть. Я все другие тома тоже пролистала, просмотрела. То есть изучая, я поняла лживость доктрин. Я об этом хотела вас спросить. Научный коммунизм, коммунизм, лживость доктрин, коммунизм. Как вы сказали, что Фридриха и Маркса мы тащили на своих плечах, и Запад, благодаря нам, только освободился от этого кошмара, который нас погрузили в иллюзионную жизнь, жизнь иллюзий. Вы знаете, я соглашусь абсолютно во всех пунктах. Только надо сказать, что Маркса и Энгельса, те, кто нам навязывал, они ведь и сами сколько-то этим заразились. Вот невозможно такое изобразить, такое что-то такое отличное. Сегодня все, кто говорят о каких-то позитивных чертах советского строя, если вы проанализируете, вы поймете, что это абсолютно не связано с той политической системой, которая была. Я уже сказала, что крикуны, которые говорят, вот вы там плюете колорицы, с которого пили, вам дали образование. Я еще раз говорю, дало нам образование 20 век, век научно-технической революции, когда выброшено было совершенно гигантское количество научных изобретений по существу на промышленный рынок, на конвейер. И это требовало несметного количества специалистов в науке и в технике. И поэтому вынуждены были давать образование по всему миру, ровно по всему миру. Но Советский Союз в негативную сторону отличался. Почему? Он держал людей в идеологическом невидении. Я не сказала бы, чтобы американцы или западные европейцы были такими большими специалистами в социальной ситуации. Но почему так далили Россию? Тут все очень просто. Тут все очень просто. Мы очень богатая страна. У нас несметные богатства. У нас 40% минеральных ресурсов. В земле лежит примерно столько же воды в нашем распоряжении. И поэтому русских надо было держать в состоянии колонии. Почему никто не покушается, скажем, на Исландию особенно? А там ничего нет, кроме зеленых. Была бы там нефть, скажем, там же сейчас стоял бы 6-й флот, и говорили бы, что там с демократией что-то не так. Мы очень богатая страна, поэтому нас надо было грабить, а для этого мы должны быть совершенно растерты в порошок. Вообще говоря, в результате всех этих упражнений с нашим мозгом и с нашим менталитетом, мы вообще потеряли страну. Хотя вообще понятия государства вообще в современном мире исчезали. Геополитика сегодняшняя не оперирует понятием государства, если вы заметили. Это тоже чистая ложь, когда наши телевизионные деятели, комментаторы или политики говорят, ну и Россия там... Россия – это кто? Россия – это миллиардеры, которые сидят в маленькой кучке, или 20 миллионов нищих. Россия – это наша начальница Росприроднадзора. Вот я не помню ее фамилию, у меня очень хорошо устроен мозг, что не надо, он сразу выбрасывает. Но у нее миллиард примерно стоит ее недвижимость, у этой дамы, которая с чего-то вдруг стала начальницей Росприроднадзора. А в это время бастует Шерест, потому что не хочет, чтобы там делали помойку. Бастует Воронеж, потому что не хочет, чтобы не уничтожили чернозем добычи никеля. Бастует Челябинск, потому что там нечем дышать, и Красноярск тоже. Она почему-то не в шею слетит, а в ницу. Она 40 раз там, или 30, не знаю, слетала там за три года. А что у нее там недвижимость шикарная? То есть, смотрите, вот эта капиталистическая система, которая создана на полной бесконтрольности со стороны общества. Она в коллапс уходит. Это вот знаете, как в сумасшедшем доме. Клиенты сумасшедшего дома вырвались на свободу, переколотили всех врачей и медсестер, медперсонал, захватили кухню и едят вовсю. Ну, сидят и что? Вот мы сегодня имеем такую ситуацию. Хороший приятный. Ведь основная картинка, которую хотели получить управляющие элиты, это абсолютная бесконтрольность. Ведь что нужно для сегодняшних управляющих элит? Абсолютно глупый электорат, который пойдет голосовать, за кого прикажет телевизор, и абсолютно глупый потребитель, который будет покупать то, на что укажет реклама. Он не будет фильтровать, надо ему это или не надо. Таким образом, с умными трудно управляться, но без них невозможно выжить. Вот как хотите, так и разбирайтесь. Что творилось с научным коммунизмом, это просто ужас, потому что на самом деле в 91-м году мы получили то, что было отложено вот там, в 70-е, 80-е годы, когда относительно спокойно мы жили вообще большой народ, вообще любой народ, а большой в особенности, он действует, вы знаете, как большой организм. Если туда бросить отраву, например, мышьяк, да, немножечко, он начинает его переваривать, и как-то с ним справляется, и все равно обращает себе это все на благо. Вот к концу 19-го века, как я уже сказала, Россия переварила крещение и стала подниматься, и бах, шарах, к концу 80-х годов Советский Союз чуть-чуть очупался от этих всех гражданских войн и мировых, и стал немножечко подниматься, люди стали лучше жить, пошла наука, стала развиваться электроника в России, что вообще невероятно, все было уничтожено топором, все было абсолютно ликвидировано, потому что нужна была деятельность реализации и Россию сделать пустым рынком. Почему мы этому не сопротивлялись? Потому что мы 30-40 лет изучали научный фобилизм. Это была такая, это все равно, что религия была, где нам внушали, что мы лучше всех, что Запад гниет. Есть такой анекдот был, Запад давно загнивает, но почему-то очень хорошо пахнет. Вот так вот все было, мы считали, что там ужас, здесь хорошо, а когда этот занавес рухнул, выяснилось, что мы абсолютно как цыплята, котята, не знаю кто, мы не способны не разбираться в ситуации, мы были абсолютно неграмотные, экономически, не было абсолютно никакой демократии в Советском Союзе, еще раз повторю, никакой власти Совета в ТАП не было, потому что это был государственный капитализм, где всем управляла маленькая группа номенклатуры. Ничего не изменилось, по сути, в 91-м. Вся эта партийная номенклатура плавно стала олигархами. Да посмотрите, они все оттуда. И детей своих туда определили. Они вот так вот переехали туда плавно, потому что они, вы же сказали, они переправляли, так сказать, вот счета туда, на свои счета за рубеж. Они уже были готовы, у них была подушка безопасности. А вот этот народ, который привык, раскрыв варежку, все воспринимать, он и опустился, вот он дал жертвы в районе, там чуть ли не 30 миллионов счисляются жертвы этого 30-летия. Вот понимаете, какая штука? Мы привыкли, патернализм, который в нас воспитывают тысяч лет, очень скверная штука, он рождает инфантилизм. Нам привыкли, бог, царь, божь. Сегодня мечутся люди, просто мечутся просто. Вот вернем Сталина, вот не могут они жить, чтобы не было какого идола. Бог, он все там сделает, все устроит, царь, или там товарищ Сталин, он все разрулит, а я никто. А я никто. Вот я овца-баран. Нам сегодня задают массу, так сказать, людей вопрос. Скажите, что делать, что же вы просто рассказываете? Ты так продолжаешь оставаться вот в такой как бы конструкции по стул-баран? Ну так мы никуда не сдвинемся. Почему я тебе должна говорить, делай раз, делай два, думай, все, что мы можем сказать, думай и не слушай никого. Как Мюллер говорит, никому не верьте, мне можно. Вот как-то так. Вот как-то так. Почему? Потому что мы коллективный разум, мы много чего анализируем, а главное, нам совершенно не платят. У нас нет никаких мотивов чего-то такое говорить, за что платят. И поэтому, как хотите, разбирайтесь. Мы уже приехали к экологической катастрофе по всем вышеуказанным причинам. Вот так я бы ответила на ваш вопрос. На базе пандемической лжи о большом и светлом будущем, на базе лживых догм коммунизма вожаки от КПСС повели народ в капитализм, о котором мы ничего не знали, не понимали, не пробовали на зубы. В СССР был опущен железный занавес, который искривил сознание миллионов людей. И на почве вот этой безграмотности, как вы только что подчеркнули, на почве безграмотности народных масс, в экономических вопросах, народу начали навязывать новые ложные регуляторы экономики. Народ со скоростью галлопирующей шизофрении погнался за прибылью и остался нищим. Народ потерял стабильность в своей бедности, в которой он прозевал до этого. Опустился на дно нищеты. В чем подвох, Людмила Кузьминична? В чем обман? Ну, на пустом месте же ничего не возникает. Вообще все социальные процессы, они все инерционные. Ну, вообще говоря, если у тебя что-то сегодня не так, поищи там, вот 20-30-40 лет назад. Из-за того, что мы в Советском Союзе были цыплятами, котятами, не знаю кем, значит, у нас совершенно легко взяли эти финансовые пирамиды. Весь мир уже жил в капиталистической системе. Сейчас нам говорят, как плохо там в Америке, там мамы, папы учат детей каждую копейку считать, там за что-то платят. А у нас другая крайность. Мы вообще с разинутыми варежками жили. Мы вообще не понимали, чего, где и к чему. Я же только что цитировала этот фильм, где эта русская женщина-интеллигентка, там она знает итальянский язык, ее простой сжигала из гостиницы, из итальянской. Купила, можно сказать, ни за что. Потому что она не понимала, что к чему, совершенно. Значит, плохое, повторяю, советское образование, которое абсолютно дезориентировало людей, делало их абсолютно беспомощными в реальной ситуации, не давало экономического образования, не учило элементарным нормам экономики. И в Советском Союзе не было ни власти Совета политической, и не было демократии экономической. Еще раз повторяю, экономическая демократия, на эту тему есть много работы нашего эксперта Юлия Александровича Лисовского, который говорил, что экономическая демократия основа, если человек не присутствует, не сидит за столом при разделе результатов своего труда, все остальное болтанят. Вас заставят там чего-то, за кого-то где-то голосовать. Важно, вообще говоря, вся история – это перераспределение денег, ну или финансов, или активов. Ну, посмотрите. Точно так же, как это борьба этносов, это борьба за выживание, а выжить без материального ресурса нельзя. И не надо болтанью какую-то втюхивать, о том, что там Павка Корчагин, вот рискует здоровьем, там все, строил дорогу, там упал, там вообще больной всякий, а потом пришли через 40 лет, через 50, не знаю сколько, недолго, пришли приватизаторы, и все, что он вот этими кровью нарыл, они спокойно положили себе в карман. И не надо говорить, что они лютые, злодеи, вы не подготовились к тому, что придет. Жизнь не идеальна, всегда есть волк, так не будь овцом. А советские люди вылетели, как овечки. И теперь кричат, ужасные олигархи, а ты какой? А ты какой? С вашей, с разденутой варежкой. Сколько народу подобрали эти финансовые пирамиды, это же думать страшно. Ну, никакой нормальный человек туда бы не полез. Полный наивняк такой, вот еще раз повторяю, как эта вот русская интеллигентка на жигово напоролась. Ну, если точно так же, на бандитово напоролись, так не ходи с расстегнутым карманом. То есть, все вот это единая цепочка, единая, совершенно такая управленческая доктрина, единое подчинение людей, только в человеческом виде, насколько я понимаю, существует идея эксплуатации человека человеком. Ничего другого и разного не было в прошлом, когда мне сегодня говорят, давайте возьмем из прошлого хороший опыт. Ну, скажите, что? Ну, назовите, что? То есть, организация была все время одинаковая, когда массы держались в положении рабов, их эксплуатировали, и в полном неведе, чтобы их эксплуатировать, они должны быть лишены возможности мыслить и адекватно оценивать ситуацию. Это самое главное. Экология сознания сегодня самое главное. Пока мы не поставим мозги на место, ничего не будет. У нас раздроблена вся политическая оппозиция, потому что там дерутся, а ее нет. Потому что она либо на христианах, либо на коммунистах, либо на либералах. А первая, вторая, третья это части системы. Той самой системы, которая сейчас погибает, потому что она несовместна с экосистемой. С биосферой она несовместна. Вот и все. То есть ничего не нет. Это псевдооппозиция. Это опять фейк. Это опять дутик. Это опять симуляк. Все. Очень просто. Пока мы свои мозги не исправим, из бедности и вот этого ада, в котором живет сейчас народ, не выйдет. Ничего. То есть мы оттуда не выберемся. Ад ведь мы создавали сами себе. Наши предки, те самые Шариковы, которые, как я говорю, зоологи еще, да, вот они создавали тот ад, в котором сейчас живут поколения дальнейшие. С чего начать-то, Людмила Кузьминична? Самообразование народа, чтобы он сам образовался. Самообразование с того, что думают. Вообще каждый должен задать себе вопрос. Ты жить хочешь? Жить хочешь? Уже не плохо или хорошо, богато или бедно, а просто жить хочешь? А тогда думай. У нас ведь что сегодня? У нас такой огородно-дачный паралич. Вот люди туда вот завелись, я уже говорила об этом. Они там деградируют, там такая суперизоляция. Вообще смешно. В 21 веке Россия выживает огородами. Она выживает. Но может быть все-таки пусть теперь народ едет в деревни и там обосновывается основательно с теми же вай-фаями, с компьютерами, но в деревне. Ведь просторов в России немерено. Осогнали всех в города. Потому что только города дают нам деньги, дают нам зарплаты, а больше ничего. А почему города дают деньги? Потому что большое скопление народа, мегаполис, это идеальный объект для транснациональных компаний. Вообще все туда надо. Правильно. Кому выгодно? Кому выгодно? Кто бенефициары? Только там. Большое скопление потребителей, которые будут покупать. Большой рынок труда всегда можно выбрать. Логистика хорошая, никуда не возить. Вот здесь вот проведено будет, здесь и будет съедено. То есть это идеальная картинка для транснациональных компаний, которым глубоко наплевать на ваше здоровье и на здоровье природы. Вы совершенно правы. Поехали вот туда. Будем растекаться как-то по территории, тем более в России большая территория. Я хочу обратить внимание на работу еще наших экспертов. Это Юрий Леонидович Ткаченко, профессиональный эколог, который говорит, надо создавать такие вот замкнутые системы, экологически замкнутые, энергетически замкнутые, на больших пространствах каким-то сотовым образом, равномерно их распределять. Ну, сразу же потеряют транснациональные компании прибыли. А второй наш эксперт, Николай Владимирович Куринович, говорит, что транснациональным компаниям совершенно не нужны не только вот наше здоровье и здоровье природы, им не нужно понятие национального государства, потому что им нужно трансграничное перемещение капитала и товаров. Поэтому они всячески будут уничтожать не только вот национальную идентичность людей, но и национальные государства. Вот я уже говорила, у нас нет понятия Россия. Так и ни у кого нет. Знаете, такое болтание народов по всему миру. А ведь не зря люди говорят, где родился, там сгодился. Человек лучше всего приспособлен физиологически к тому, из чего он создан. Он создан в выуче в утробе матери, из того, что она ела вот с этой местности. Почему говорят, не надо 100 километров стоящие от вас источники питания и употреблять? Лучше то, что поближе. А что, говорил Пушкин, все же к милому пределу. Что-то мне бы хотелось почивать. Это тоже экологично. Гениальные люди, гениальны во всем, потому что он хочет оставить свои микроэлементы, из которых создано его тело, вот тут, где они есть, где они, откуда они были взяты. И поэтому природе будет легче все это вот ассимилировать и утилизировать его тело, которое тоже здесь вот сослужит определенную службу. Пойдет биоценоз нормальная. А нас превратили в перекати поля. Это страшно тяжело для организма, для психики. Это разрушает семьи, рот, что угодно разрушает. Поэтому на землю мы, безусловно, должны передвигаться. Но я думаю, что землю-то лучше выбирать. Все-таки ближе вот к милому пределу, как говорил Пушкин. Мне все же хотелось почивать. Лучше, если это можно, вернуться на землю предков. Если это можно. Но еще и помнить о том, что Россия не может превратиться в земледельческое государство. Поэтому те, кто сегодня особенно активно говорят, вот надо там, вот дом посреди поля, все, все проблемы решатся. Не решатся. Придет высокотехнологичный китайцы справа и высокотехнологичное НАТО слева. Все правильно. А ты с лопатой и при картошке. Но тут мы подошли к еще одному вопросу, который, в принципе, я уже хотела подвести нашу тему к концу. Но еще вопрос такой. Лозунги коммунизма были, вы помните? Вся власть советом, а земля крестьянам. Но землю-то так крестьянам и не дали. Все эти кулачки по сколько-то кусочков или выкупать сейчас, она все равно не находится в руках крестьян. То есть нам ведь даже теперь как тараканам не разрешают разбежаться по земле. Понимаете? То есть мы действительно становимся присмыкающимися, присмыкающимися, да, перед олигархами, потому что мы чувствуем себя в образе тараканьем и вот хотели бы разбежаться. Да кто же нам теперь даст? Потому что все, вся власть советом уже произошла. Вот второй пункт нам не дали. Но лозунги все были ложные, так и советов никаких не было. Вон кронштадтские мамморики попробовали сделать советы натуральные, естественные, так и же расстреляли, там все перестрилили. Советом-то олигархическим надо давать власть. Конечно, я же говорю, ничего не менялось, был один и тот же государственный капитализм, он так и полз вот через все эти тысячелетия, и так и полз, он и весь и сохранялся. Итого, мы становимся умными, вот еще одного эксперта, я хотела нашего упомянуть, уже покойного, Владимира Ивановича, Бояринцева, доктора физмат-наук, мы с ним написали книжку «Война против разума». Вот тысячу лет идет война против разума. Разум это просто вот никак не нужен вот этой олигархической рабской системе, рабовладельческой. И поэтому сегодня защищать ученых, вот как-то им помочь выжить, последним ученым этой планеты, вы как-то сказали в прошлый раз, может быть, мы последние люди, а мы точно последние ученые в России. На нас нападают с какими-то жуткими ругательствами. Вообще, когда ко мне приглашенному профессору во многих странах мира там относились уважительно, все, никогда не думала, что меня будут просто, я не знаю, какой-то кабацкой рубанью поливать, там матом, только потому, что я отнимаю у людей игрушки, с которыми они привыкли жить там тысячи лет. Вот Сталин великий, там, я не знаю, Ленин, вождь мирового трудового пролетариата, вот Великая Октябрьская революция рабочих и крестьян. Каких рабочих и крестьян? Привезли нью-йоркских бандитов, этих гангстеров и товарищ Троцкий в день своего рождения, 7 ноября, сделал себе подарок, все рабочие и крестьяне по домам спали, никто ничего, он сказал, новая власть, ну, так, пришел, увидел, победил, да, захватил. Тонет все в абсолютно в этом вранье на тех, кто пытается сказать правду, просто вот зверски так наскакиваются. Причем, заметьте, это не только те, которые хотят сохраниться в традиционных мировоззрениях, с привычными какими-то очень комфортными идеологиями, что мы велики, мы где-то там вот чего-то там победили, мы там вот революцию крестьян, рабочих, вот Ленин там божьего трудового, вы читайте биографию Ленина, какого трудового пролетариата он божьего, как он интеллигенцию называл, я не могу это произнести, честное слово, я вот такое не произношу такие слова, даже не цензурно, вот типа экскременты нации, это что, это нервная система народа, интеллигенция, мы не простим, и это я совершенно ответственно заявляю, у нас есть юристы, главное, с нами большая, такая довольно большая уже международная колонна людей, которая понимает, что на этой земле уже стоит гамлетовский вопрос, жить или не жить вообще, и поэтому экологи это последние спасатели, бить по спасателям может только круглый идиот, но эти вот ребята, которые на нас наскакивают, они же понимают, что у них за спиной опора, наши правители замучились в поисках скреп, я говорю, понятие государства вообще рассыпалось, сначала нам сказали, мы будем богатыми после того, как примем капитализм, богатыми стали, только кто-то, но не мы, второе нам сказали, ага, не получилось, скрепа не работает, тогда знаете что, тогда мы объявим скрепы христианства, ну достали старую эту скрепу, ржавую, со старой бочки, не получается, понастару строили, поналепали церкви, там значит, даже на Рождество РПЦ сказал, один миллион человек всего, это меньше одного процента, церкви стоят пустые, да хуже, там построили вот этот вот храм, где там этот, кубинки, да, военный, там черных ангелов посадили, теперь уже сами христиане орут, это чей храм-то сатаны, или вообще, там каша полная, не получается, эта скрепа тоже не работает, теперь говорят, великая отечественная война, вот мы победили, не получается, бенефициарами стали США, а молодые люди вообще, а что, знаете, что они сейчас поедут? А нахрена нам эта война, пошла она-на, а вот тут еще один молодой, молодая девушка мне сказала, вы знаете, что, вот не надо советские нам песни цитировать, дети разных народов, мы мечтой о мире живем, мне казалось, это очень правильная песня, текст правильный, а она говорит, знаете, мы как сейчас говорим, дети разных народов на Титанике общим плывем, в эти грозные годы, пароход наш единственный дом, они уже, вот мы так доигрались, вот мы так доигрались, что у молодежи такое мироощущение, и поэтому, а сегодня они уже совершенно откровенно, наши властители тащат нас просто в прямую в лоб, в гулаг, потому что реабилитируется Зержинский по телевизору, и там вот этот придворный писатель, как его там, Прилепин, кричит, что он хороший человек, была ЧК прекрасная организация, такая вся пушистенькая, вот, и, значит, у нас уже этот Соловьев кричит, что все хорошо было с ЧК, а вчера я получила новость, что губернатор Новгородской области собирается ставить памятник Сталину, нас в гулаг сталинского образца тащат, думая, что правда, что в ЦОН намерил 170% народу хочет вернуть Сталину, ну, а раз Сталин придет, тогда последних ученых просто перекидают, автоматом гулаг, потому они уезжают из России по 300 тысяч в год. Что делать-то будем? Плывем на Титанике, куда нас направляют, понимаете, если будете только вы или комитет СТА, это много, это ум, ум, честь и совесть, да, нашей эпохи, это ум, но толку-то, что от этого ума, когда народ вообще сопротивляется, чтобы услышать? он не хочет ничего. Слушайте, а можно я Задорного процитирую? Давай. Он на заборе это прочитал, партия, минус, ум, честь и совесть нашей эпохи. Картина очень жесткая, мы сейчас будем платить по грехам, если остаться вот в этой терминологии. Так оно и есть, люди платят за грехи своих родителей, которые неправильно жили, тоже в темноте, луч света в темном царстве, мы еще эти выражения со школьной скамьи помним, но родители жили в темноте и считали власть советом. Жители сегодняшней нашей страны живут также в темноте. Я не буду говорить народ или... Это просто жители нашей страны живут в темноте, знать ничего не хотят, но снова пойдут голосовать. Это их... Пойдут и проголосуют. Но ведь даже Путин сказал в одном из своих каких-то там речей, недавничных, кстати, он сказал, что если они придут, они уже признают систему. Систему признают систему власти. Если они придут на пункт голосования, против ли, за ли, никого не интересует. Они пришли туда, что они уже признали. И это он правильно сказал, абсолютно правильные слова. Если я не признаю систему, я туда не иду, а если я ее признал, то я, значит, иду исправлять якобы какое-то большое светлое будущее, которого никогда и не будет. Глупость народа, она... Но она несравнима. Я вообще не знаю, с чем ее сравнивать. Она смертельна. Татьяна Константиновна, если люди не хотят жить, ну как мы их с вами заставим? Они, правда, не сопоставляют эти понятия, вот их полную, так сказать, аполитичность и невозможность выжить при этой полной аполитичности. Они, у них это не накладываются, эти две вещи. Я хотела бы сослаться на ваш ролик, который я недавно посмотрела и который мне очень понравился. Вы говорите о создании биотехнологии, вот такой большой фирмы, которая будет заниматься биотехнологиями, редактированием в том числе, что само по себе очень опасная штука. А там во главе будут дочери Путина и такой тоже семейный, можно сказать, финансист, товарищ Сечин. Вот вы посмотрите, какая штука. Вопрос-то решается сейчас жить или не жить. А эти люди хотят жить. Они считают, что получив в себе царские условия, они теперь должны влезть в гены или куда-то там, чтобы получить практически бесконечную жизнь. Иначе никто никак не может понять, зачем совершенно в такой абсолютно обнищавшей России вдруг ринуться в такую область. Потому что когда есть десятки, сотни областей, гораздо более насущных, а вот элиты хотят вот там чего-то редактировать как-то гены, чтобы они стали жить вечно. Значит, те, кто сейчас не будет думать, он не будет жить. Вот вопрос будет стоять там. Ну, потому что через гены будут управляться все, и все могут погибнуть. Включите заново. Мы ждем. Мы ждем сейчас чего? Второго пришествия какого-то вируса. Понятно, что его приведут. Приведут в те места, которые необходимы. И этим вирусом будут бить по генной системе. Вот геноматериал уже был собран. Его собирали несколько каких-то лет. Последних точно. Если не сказать десяток, а то и больше лет. На почве этого геноматериала мы получили вирусы, которым сегодня человечество боится, которого. А что ты боишься, когда ты сам допустил это, чтобы твой геноматериал собирали? Его заново собирают. Вот этими тестами, это же заново сбор идет геноматериала. Его заново соберут. Теперь уже в больших количествах. А дальше ждите свето-представления. Потому что в Ноев Ковчег соберутся только те бессмертные, которые хотят быть бессмертными и которые борются за свою жизнь. Я имею в виду тех олигархов. А простому народу невозможно будет влезть в Ноев Ковчег и плыть в большое светлое будущее. Потому что даже Ноев Ковчег, это будет тот же самый Титаник. Но люди, даже наверху, такие как Путин, его дочери, Сечин, они не понимают, что это билет в один конец. Что все равно это не Ноев Ковчег, а Титаник. Титаник. Я с вами, вот я хотела это сказать. Это будет Титаник. Причем очень-очень такой кратковременный Титаник. И сегодня вот давайте, если мы концентрированно скажем, что же делать, это ты пойми, что твоя жизнь зависит от тебя. Расставайтесь с этим патернализмом, что кто-то разрулит вашу жизнь за вас. Не надо отдавать политические решения. Кому-то этот дядя будет решать не за вас, а против вас и в свою пользу. Он будет вас убирать. И совершенно не слушайте эти псевдопатриотические организации, которые, как я уже сказала, привязаны к частям умирающей системы. Коммунисты, либералы, христиане. Вы посмотрите, что творится на так называемых патриотических каналах в Ютубе в России. Там же надо QR-код такой произнести. Обязательно нужно поцеловать Христа, поцеловать Сталина и пнуть язычника. Все, ты пройдешь. Там нет, ну выступает какая-то дама, все правильно говорит про то, как вредно вот это удаленное обучение ребенка перед экраном компьютера, и вроде все правильно. Но в конце она вот это говорит, как в этом кин-за-дза, и все, она прошла, а мы нет. Потому что мы говорим, что при этой системе ничего не получится. Она ведет вас в ому, она вас в ловушку ведет, она ведет вас на новые грабли, а вы бегаете за ней, кричите, что она патриот, и ставите ей там, не знаю, миллион лайков или чего-то там, подписчиков, еще кого-то. Смотрите, думайте. Вот эти ку в сторону частей системы обойдутся, вообще будут стоить жизни вашему ребенку. Спасибо, Людмила Кузьминична. Очень интересная сегодня беседа была. Я надеюсь, что мы с вами еще поговорим, возможно, затронем разные темы, такие как бессмертие народа, бессмертие правителей, с чем это все-таки связано, и куда мы придем с этим бессмертием. Возможно, вам покажется эта тема не слишком интересной, но вдруг, если вам будет интересно, я думаю, что мы можем эту тему продолжить, потому что то, что вы начали сегодня говорить, очень интересно. Итак, спасибо вам большое за встречу, за ваши мудрые мысли. Я надеюсь, они помогут. Хотя бы вот тем крупицам, которые еще способны мыслить, ваши мысли, ваши речи помогут. Спасибо, договоримся. Вообще, выживем мы только в том случае, если перестанем стрелять в друг друга и начнем договариваться. Всем спасибо.